И когда мне говорят, я же говорю, а второй цирк, это вот эти все объяснения, которые люди, не выдерживающие фруст... Вот я честно признаю, что я фрустрирован. Фрустрирован, растерян, ошибался и так далее. Так что я раздавлен происходящим. Буквально, да. Ты как-то прям посыпаешь голову пивом. Да, я шокирован. Я просто говорю, как есть. Но меня больше всего веселят люди, которые как бы задним числом начинают говорить, ну мы знали, это такой специальный заговор, такая хитрая схема. Он, значит, провоцировал тех, группировка А с группировкой Б, там, то, все и так далее. И вот они там, ля-ля-ля, и так далее, и так далее. Чтоб всему миру показать. Да, да, смотрите. Просто вот когда мне говорят про элитный заговор, я не знаю, плакать или смеяться. Потому что элитный заговор, который предполагает маршрут тысячу километров, из которых 800 проходится, а потом, согласно плану, за 200 километров останавливается. Вот такой вот заговор. А за 200 километров до Москвы мы станем. Чтобы получить амнистию. Да, и все. И получаем амнистию. Ебать, блядь, какой план. Охеренный план. Пацаны, подписываемся, кладу, значит, шура командира Вагнера, да, клянется на оружие, кровь, значит, так и сделаем. Пройдем 800 КВ и станем на 2801, да. И получим амнистию с неизвестными перспективами быть где-то придушенными, расстрелянными, там, по-моему, и родственники подвешены за яйца, там, да, и так далее. Дети взятые заложники и прочее, прочее. Охеренный план, просто элитный. Они говорят, кто там, СВР, там какая-то либеральная башня Кремля, кто этим занимался? Страшные силовики приходят, говорят, так, пацаны, пока нас никто не слышит, значит, берем штаб округа в Ростове, да, и потом едем 800 километров, сбиваем 7 самолетов, захватываем ядерный арсенал и остановимся. Ну, смотри, ну, мы же все поверили в возможность этого. Так что же, не надо было верить, она же была абсолютно наглядная. Ключевой момент вооруженного восстания, это решимость или нерешимость властей ему противостоять. Вот, многие у нас не любят Зеленского, рассказывают там, ну, про работу, например, да, рассказывают, что, ах, подумаешь, он не сбежит, бонефтик, есть такой мем, да, у нас. Так вот, из-за того, что он бонефтик, да, вот мы-то и устояли, собственно говоря, одно его решение, а я же был одним из людей, которые предлагали ему приехать в замаскированный командный пункт, я видел, как это решение принималось, оно мне в глаза принималось, дважды. Да, как бы его решение остаться и решило эту всю ситуацию. Страна не развалилась на отдельные очаги, сопротивляющиеся немножко военных там, немножко там, немножко партизанов, а сохранилась как цельность, только потому, что он сказал, я остаюсь против всех правил и так далее. А Путин не остался, он слинял, улетел не его самолет, улетел самолет Мишусин, разбежались все. Несчастные срочники в этих касочках с болтающимися лямками, как сказал один россиянин, теперь мы знаем точно, если на нас нападет НАТО, то мы как бы перелетим в Петербург и перекопаем улицы экскаватором. Это все, что мы можем сделать. Как бы, да, вот все эти смешные меры, когда ядерные держави, где страшный Путин, все подавляют, 4 миллиона силовиков, они, как это, обычными гражданскими экскаваторами ломают дорогу на глазах изумленной публики, которые пишут, я домой доехать не могу, это из-за этого все. И никто не знает, что будет с ядерным арсеналом, то по дороге, то как бы там все было решено, им надо было физически проехать 200 километров, все. И зайти в Кремль, открыв дверь ногой. И все, была бы радикально другая ситуация, радикально другая Россия, куча возможностей, у России появляется будущее, и все, что я наговорил вчера, это как бы, как бы вот оно должно было сбыться. И они остановились. Продолжение следует... Продолжение следует...